Запуск этого спутника прошел без помпезности и шумихи в прессе. Чем полет громче по своей сути, тем серьезнее и тише к нему готовятся. Но спустя годы, 15 января 2016-го, наверняка впишут в учебнике истории Беларуси. Первый отечественный спутник связи Белый Интеросатов взмыл ввысь с китайского космодрома Сичань. Спустя всего три месяца после всех орбитальных проверок спутник открывает, по сути, новую эру своего коммерческого использования. Нет такой державы, что он не мечтал бы стать космической. Беларусь не без гордости носит это звание с 2012 года. Но спутник связи, а не дистанционного зондирования Земли, выводит страну на совершенно новые высоты. 39 тысяч километров от этого места. Так Беларусь стала 36-м государством, у которого есть свой спутник связи. Эти антенны не упускают Белинтеросат-1 из виду ни на секунду. Больше того, с Земли его работу могут корректировать. Связь с космосом держит наземный комплекс управления, проще говоря, ЦУП. И здесь в глаза бросаются даже не сигналы со спутника, а люди, которые их получают. Средний возраст специалистов 24 года. Кто не мечтал стать космонавтом, но им выпал уникальный шанс стажироваться в Китае, чтобы потом рулить спутником. До этого никогда такие антенны большие не видели. Хотя, когда учились еще в университете, много об этом читали, знали, но такого размера не было. А тут все это вживую, посмотрели, как они это делают. Но у них загрузка полная, они показывали, сколько у них пользователей, как они действуют в таких ситуациях. Ну, сейчас этот опыт пытаемся применить здесь. Так что дает такой далекий спутник обычным, земным людям? Спутниковое теле и радиовещание, широкополосный доступ в интернет. Всем этим белорусы, конечно, уже пользуются, но теперь могут и продавать. Ведь для обеспечения потребностей нам достаточно 5% ресурса спутников. Так Белинтерсет вместе с наземным комплексом становится в основу национальной системы спутниковой связи и вещания Беларуси. Космический рынок, он вообще является высококонкурентным рынком. Он всегда есть. И что нам придется делать, это, конечно, толкаться локтями. Первым, чем мы привлекаем клиенты, то, что мы первая европейская страна, в чьих интересах сделали космический аппарат Китайская Народная Республика. Мы можем удивить всех, что мы именно в короткий срок создали такой комплекс. Это тоже как бы показатель, потому что существуют страны, которые это делают пошагово, с большими растяжками во времени. Стоимость контракта с китайской корпорацией почти 300 миллионов долларов. И первый спутник называют первым шагом. Поговорить о перспективах космической отрасли сегодня решил президент. То есть СУП полностью готов? СУП готов и выполняется, значит, по предназначению. Мы можем рассчитывать на целую группировку спутников, через которые мы будем управлять? Мы обязаны рассчитывать, мы надеемся, что так оно и будет. То есть это не на один спутник, это на... Возможности позволяют несколько спутников. Ими управлять. Так точно. То есть в свое время мы начинали с оказания услуг по созданию спутников России, там еще кому-то и так далее. Сейчас мы, естественно, в кооперации, как и МАЗ, БелАЗ и так далее, можем создать эту технику сами. Доставить в космос с помощью кого-то. Нам космодромы эти не нужны. Спутником мы управляем, продукцию от него мы получаем и продаем. То есть все в наших руках. Совершенно право. Все в наших руках, да? Так точно. О коммерциализации проекта, а это сейчас вопрос номер один, говорили еще до его официального запуска. Договоры аренды пятой части ресурса спутника заключен с китайскими корпорациями. Тут чуть больше 50 миллионов долларов. Известно о намерениях России и Гонконга. Переговоры идут с Францией, Индией, Саудовской Аравией, Анголой, Кот и Вуаром. Часть информации секретно, словом список, можно продолжать. Вот такие виды на космос. Оптимально считается в мире, оптимально с коммерческой точки зрения иметь три спутника. Три спутника покрывают всю наземную поверхность Земли, за исключением полюсов. Полагаем, что данная работа, несмотря на трудности, имеет перспективу. Если это нам сегодня надо и выгодно, так это же государственное дело. Но если это ради того, чтобы только окупить какой-то проект, заставить министру покупать продукт, то это нам... Мы же сами понимаем, что этот проект внутри страны не окупаемый, и мы на это даже никогда не рассчитывали. Ну это понятно. Не было бы рынков, как я на МАЗе говорил, мы бы не строили этот проект, не создавали. А коль есть рынки, неважно, они внутренние или внешние, значит, мы и создавали этот проект, чтобы он окупился. Но, я еще раз подчеркиваю, если тому или иному министру это надо, и это выгоднее у нас, чем у других, так мы его заставим этим заниматься, что его уговаривать. Но спутник связи – дело не только престижа или денег, информационная безопасность – еще одна составляющая, ведь это тоже часть обороны страны. Маленький пример на глазах у президента – Кайман. Вариант машины связи и сама связь. Фонд управления связью, ГЛОСЫ. Товарищ главный командующий, начальник фонда управления связью сил специальных операций вооруженных сил, полковник Юшкевич. Как слышите, разбираете? Получаю, не разбираю, у вас отлично. То есть качество канала здесь. То есть мы отсюда сигнал передали с помощью вашей станции, да? Вот, да. Дошли до спутника. На спутник. Спутника мы передали сигнал. И, да, передали в колодище. Это со спутника напрямую или опять через вашу станцию? Это идет отсюда, на спутник, на центр управления, потом на колодище. То есть идет ретрансляция сигнала через космический аппарат. Создав вот эту систему, которая войдет в состав объединенной цифровой системы связи военной организации государства, мы значительно повысим устойчивость, непрерывность, пропускную способность, потому что скорости очень высокие. Вы видите, что достаточно здесь передать информацию, нагрузить промышленность, ну и в дальнейшем уже оснащать подразделения. Ну, если так, то это вообще новый век в связи в Беларуси. Технологии нового века на мониторах. Возможно, не очень зрелищно, зато высокотехнологично. Необходимо постоянно контролировать, чтобы спутник находился строго сориентированно на Землю. Это очень сложный процесс, и вот на этом экране мы отслеживаем тангаж и крен спутника, что он все время сориентирован. Это будет характеризовать наши услуги связи. В залах наземного комплекса президенту докладывают китайцы, у которых пять космодромов. Орбитальные испытания своих спутников будут проводить у белорусов. Последующие спутники, созданные китайской стороной, будут проходить испытания именно с нашего центра. Потому что в Европе другого центра пока они еще не создали. Ну и хорошо, и не надо, чтобы они создали. Мы должны монополизировать Китай хотя бы в этом. Президенту показывают и картинку, переданную белым терсатам. По словам Александра Лукашенко, иначе как идеальной ее не назовешь. А это идеальная, дистальная картинка. Слушай, мечтать можно о такой. А вообще, если спуститься с космических высот на Землю, то ЦУП во многом преобразил некогда малоизвестную деревню Станьково. Сейчас президент называет ее хорошим примером жизни в небольшом, как часто говорят белорусы, местечке. Вот что я хочу, чтобы было в стране. Я ничего больше не хочу. Чтобы вот такая была культура, чтобы вот так были обработаны земли. Ничего лишнего не требует. Но страну надо приводить в порядок, как бы ни было трудно. Чисто, красиво, аккуратно, заборчик. Не этот железобетонный и не сплошной там из металла в два метра. Вот, пожалуй, в чем мы прячем. Этот дом был когда-то казармой, а сейчас 32 квартиры полностью готовы принять молодых специалистов. Их, к слову, после девятимесячного обучения в Китае переманивали. Сами китайцы пытались и из других стран. Так что, как ни крути, а дорогу в космос прокладывать молодым на государство поддержит. Ради космических высот в образовании и науке. Анна Пыш, Александр Зонов, Сергей Янковский. Наши новости. УНТ.